Как ты интегратируешь аморфаати нитша? Аморфаати это, правда, что у природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. То есть, какая бы с тобой ни происходила, унывать ты, конечно, можешь, потому что это естественная психологическая реакция. Но если ты не унываешь по поводу всякой, ну, по принципу, как бы, что-то лыбу, о чем мне плакать, что ли, ёпта. Да, то есть, ну, произошла с тобой какая-то хуйня, ну, ты её пережил-пережил, живой-живой, ну, сильнее стал. У тебя адаптация какая-то произошла, которая тебе вредила. Ты многое понял, или, может, не понял, но у тебя, например, психологическое твоё устройство поменялось. Потому что есть люди, которые в плане ума не очень и понять не могут, но опыт у них накапливается по-другому совершенно. У них перестраивается там психика, перестраивается то, как они реагируют на раздражители, не думая совершенно. И тоже, как бы, человек сильнее становится. Слушай, тебя не убивает, тебя делает сильнее. Вот, ну и, да, то есть, надо любить свою судьбу таким образом. А Морфати, это именно про это. То есть, Нитши, он не про то, чтобы избегать страданий. Он про то, что те страдания, которые необходимы, их надо просто принять и развиваться, отталкиваясь от них. Вместо того, чтобы пытаться их избежать, как Шопенгалор. Я на прошлом стриме буквально про это говорил. Когда человек бежит от мобилизации, он избегает страданий? Ну да. Ну, ты, когда бежишь из РФ, в целом, ты не просто бежишь от страданий. Ты еще бежишь за какой-то самореализацией. То есть, за тем, чтобы действительно что-то значить, как бы, в этой жизни. Что-то сделать, чтобы иметь выбор, кем быть в дальнейшем. Да, то есть, люди бегут за возможностями. То есть, не только от чего-то, но и за чем-то. Если у человека от всякого бежа в жизни выработался синдром выученной беспомощности, он тоже сильнее стал. Нет, не стал. Хотя, опять-таки, учитывая, что для Нитши, если жизненные трудности приводят тебя к выученной беспомощности, то это у тебя изначально на роду написано было. Это было предопределено. И поэтому в рамках того, какова твоя доля была изначально по генетическим и прочим классическим причинам, выученная беспомощность действительно сделала тебя сильнее. То есть, это действительно вариант того, что ты стал сильнее. Потому что у тебя другого варианта стать сильнее не было. То есть, кроме того, чтобы стать каким-то сверхозоном, который просто подставляет другую щеку, булки раздвигает и так далее. Просто люди по-разному становятся сильнее. То есть, те люди, которые не способны к расширению, которые не способны действовать из избытка, а действуют только из недостатка. Для них стать сильнее означает... Ну, посмотри фильм «Зеленый слоник». Из четырех персонажей фильма три погибают. Кто в конце выжил? Выжил в конце Пахом. То есть, выжил не Епифанцев, не Маслаев, не Осмоловский. Пахом в конце выжил, который обмазывался герном и писал. То есть, братишка ничего зашкварного не делал. Он даже унитаз чистить вилкой не хотел. Как бы, он еще и капитана потом ехил с арматуриной. Как бы, ну, все равно в конце Пахом выживает. То есть, такая сила через слабость. Потому что слабость — это тоже эволюционная стратегия, так или иначе. Причем она как раз-таки, учитывая, что... Ну, тут мы уже будем отходить немного от Ницше. Потому что повсеместный эволюционизм — это как бы не свойство философии Ницше.